Опекуны, приемные батьки и детячие домы семейного типа. В Гомельской области первоважная большая часть детей-сирот и детей, которые остаются без опеки батьков, выховываются в семьях. Как не опынуться в социально-небезпечном становище и куда звертаться за допомогой? Ситуацию на конкретных прикладах выучил Олег Синсерову. Сегодня в Гомельской области в социально-небезпечном становище находятся 3,5 тысячи детей для того, чтобы изменять этот статус. Подформаются разные меры. Только в этом году 900 батьков прошли курс лечения от алкоголизма, 270 семьи усправили новоселье, и еще в больших 1500 семьях полепшились санитарные умовы проживания. В этом списке есть для речи и еще один важный показчик. Омель 1300 неполнолетних полепшили свои поводины и почали наведывать уроки. В Брагинской средней школе за 560 ученик по социально-небезпечном становище находятся 11 человек. Бодай основная причина – несприятная ситуация у семьи, когда дорослые злоуживаются алкоголем. По инициативе научной установки, батьки проходят обследование в районной больнице и по мягчимости працал отковываются. Наставники кажут, что когда у семьи есть проблемы, это важно сразу. Во-первых, обращаем внимание на внешний вид, на эмоциональное настроение ребенка. Есть звонки от неравнодушных граждан, это могут быть соседи, это могут быть родственники этих людей. Мы сразу же сообщаем комиссию по делам несовершеннолетних и делаем рейд, выходим, выясняем, что случилось. Лень незавседы, у тем, что семья опынулась, у социально-небезпечном становище можно обвиновать восьбатьков. Валентина, разом с двухгодовой дачкой, оказалась и без даху над головой, коли я ее выгнала с дому свякров. В полный час женщина жила у неким непроцессованным помешканья, коли об проблеме доведались местовые улады. Семьи выделили родное жилье и организовали акцию по сбору необходимых речев. Чапер Валентина просуя увезся уборок, а дачка наведывая десячий сад. Хоть таким чином завершаются не все подобные истории, а маль три тысячи дятей из Гомельской области, яке мают биологичных батьков, улады были вымышены размирковать по опекунских и приемных семьях, а так само накеровать у дитячей домы семейного типа. У Лойве первая такая установа была открытая 10 годов тому, и практически весь этот час мать и выховательница идут просуя Наталья Кравченко. Зараз в этом доме проживают 10 неполнолетних, яке для женщины и ее мужа родные дети. У наших детей все самое лучшее. У нас есть гироскутер, у нас есть 7 велосипедов, мы даже по летам, по выходных днях, у нас велопробег такой. Вот кто на чем, ездим, катаемся, отдыхаем, культурно. Мы в свободное время чем-то занимаемся. Сейчас на зимних каникулах будем делать такие с атласных лент, орхидеи красивые. Приемные батьки кажут, что коли ситуация у семи их и ухованцев нормализуется, и они завсёдые готовы вернуть детей батькам биологичным. Ирина Калиденко звездки пиаределки не утойвая, я езжи цего шлях просто мне был. У свой час женщина лечилась от алкоголизму, а дети терпляли у притулок. Хоть любовь до их у вынеку всё-таки перемогла. Вернуться до нормального життя – это совсем не просто, але, коли ёсмэта, махчыма. Дети отбирались неоднократно, но не успела оглянуться, как утонула в стакане. И спустя какое-то время начала осмысливать, что я наделала. Очень было тяжело. Получила жильё в совхозе, это совхозное жильё. Сделала ремонт своими силами, как могла. Стремилась, всё делала для того, чтобы забрать своих детей. На сегодняшний день дети проживают со мной, ни в чём не нуждаются. Живём дружно и счастливо.